ПЕСНЯ 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 ПОТРАСЮЩИЯ ПЕСНЯ ПОТРАСЮЩИЕ ПЕСНЯ Конечно, я понимаю, что слово было в начале, я понимаю, что слово было у Бога, но мне порой думается, что звук тоже был у Бога, и тоже был в начале. Дитям этот мир вылетает, крик, и когда он еще не научился разговаривать, наверное, слыша ветер, слыша реки, слыша воздух, слыша небо, наверное, прежде всего, именно было дорогое ему, именно вот это пение, звук, литература потом, может, пришла, а в начале. И порой там, где нельзя остановить ничего, ни словом, ни ракетами, ни оружием, удается никогда остановить песни с куклом, потому что они возникли, звуки человеческие возникли до рождения человеческого сердца, как говорил Лорка, до того, как они в него вселились, до хаоса, пока все-таки привели порядок. Поэтому нам веки 50-летию пора зрелости, когда 50 потрясающих концертов по всей стране, потрясающих, вот мы в нескольких городах оркестры у нас есть, Нам сегодня выпала особая честь, особая доля трудностей защитить звук, защитить ту музыку, которой мы привыкли и гордимся, и считаем великой музыкой. Я вспоминаю слова старого нашего поэта Баклирая. Пусть у храброго отца не родится робкий сын, ибо должен будет он разделить позор отца. У нашего союза был величайший, храбрый, великий композитор. И все, что мы делаем сегодня, мы подотчетны ему, его именем, его творчеством. Ничего никогда не прикосли в обстоятельствах, не склонять ни совести, ни помыслов, ни жения, ни перед тем быть верным всему, то, что именно прежде всего в музыке нравственно говорил великий Дмитрий Дмитриевич. Для того, чтобы сегодня, чтобы кому-то попасть, мы любим порой, опаздываемся. Дмитрий Дмитриевич обладал фантастин с Гатчизом, он за несколько минут, за 5 минут приходил к самому рядовому, как мы считали, композитору, и ждал, пока наступит это время. Величайший человек, это вот потрясающий один, именно от него начался союз с композитором России. Это нужно помнить и всегда беречь, беречь, беречь. На Кавказе у нас как представителям организации, иногда мысленно я себя считаю, происходят тоже трудные дела. Ничего не может остановить, ни мудрость нашей порции, ни храбость наших воинов. Я очень-очень надеюсь, вот через несколько дней будет 15 населения народного Дагестана, что именно там будем говорить, что именно творчество, музыка, литература, художественное слово может остановить. По Северному Кавказу все убийцы проезжали. Мамай, Александр Македонский, Надырша, кого только там не было. И все-таки горой стала одна гора, и она стала горой самого Пушкина. Кто там был город из Вербаша, увидит ли, что целая гора, это профиль Александра Сергеевича Пушкина. Это потрясающе. Там просто даже, знаете, до той стороны земли, там вот столько людей там осталось. Почему он туда пришел? Потому что, потому что он любил народы, он любил творчество и считал, что это и есть главное. И сам доказал, что Россия, мир, именно Александр Сергеевич Пушкин и вся поэзия, которая была вокруг него. Поэтому и долго тем любезным буду я народу, что чувства добрые, я лирой там. Именно чувства добрые мы обязаны лирой своей пробуждать людей. И я надеюсь тогда, и я надеюсь тогда, и я надеюсь тогда, что мы столько нам, дорогих людей, не потеряем самый ближайший горе. Потому что нелады в нашей жизни тоже унесла их жизни. Неслушание, глухота, народ, людей, молодежь. Сегодня на Кавказе, когда едешь из Минвода, Махачкала, развлекательный центр, базары, рынки, рестораны, как будто вообще. А земля, она любит тишине, она любит печаль, она любит прислушиваться к чему. И это состояние только присуще, насколько я понимаю. Говорят, если мозги не тренируешь, все время будут мускулы развиваться на ногах, на руках. Надо мозги тренировать. И хочется этой тишины, покоя, красоты. Хочется, хочется печали, хочется печали. Я жизнь хочу, хочу печали. Любви им с тястю на зло. Они мой кун и сбаловали, и слишком сгладили чего. Дети возникают, выходят и говорят, а-а-а. Я сразу сказали, да, хлопай ты мне, ничего еще не сделал ей хлопать. От этого, ну, уже долго можно говорить, простите, что я начал с песни сегодня. Потому что, уйдя, услышал такое потрясающее, больно было, бесконечно. Я решил, как тот, как та Акача, от печали запеть. Спасибо, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ